Влад, расскажи нам, какая должна быть та самая идеальная девушка? Ну, одна уже забита, да? Некачественная она должна обладать. Она не должна выносить мозг. Это важный момент, потому что многие девушки этим грешат. Они же полюбивы. Ты так смотришь вниз, как будто ты одна из тех самых. Вот, это первое. Она должна быть офигенным другом. Ну, это важно, помимо секса и прочих вещей. Потому что все-таки с человеком надо жить, с человеком надо дружить. Надо принимать какие-то совместные решения. А нет ничего круче и ближе любви и дружбы. То есть это все где-то рядом. Потом, было бы хорошо, если бы она... Это, видимо, предыдущие артисты перья оставили. Было бы здорово, если бы она умела готовить. Да, это очень хорошо. Потом, если говорить уж совсем придираться, то было бы еще круто, чтобы она не стягивала одеяло. Вот. И чтобы, знаешь, люди жили на одинаковых биополюсах. Потому что, знаешь, когда один жаворонок, а второй сова, это не очень круто. Ну, пожалуй, как-то так. Я считаю, что вообще люди в паре, они должны быть единомышленники. Потому что если они с разных планет и сдерживают только какие-то несколько основ, но рано или поздно это может наскучить, и ты пойдешь дальше искать все-таки того самого именно своего человека. Есть такое понятие soulmate. Вот, его надо найти.